Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и это выпуск рубрики «Лёша смотрит». Только что мы вышли из кинотеатра с фильма «Телохранитель киллера». Комедия-боевик. Я захотел на этот фильм сходить, как только увидел трейлер, который забавный. И два главных героя. Их играют одни из моих любимых актёров. Это Сэмэл Эл Джексон и Райан Рейнольдс. У них всегда получаются комедийные роли отлично. И этот фильм не исключение, сразу вам скажу. Здесь они тоже очень неплохо сыграли. На них было смешно смотреть. Проблема во всем остальном фильме. Вот в чём дело. Сразу говорю, я не рекомендую на него идти. Это скучнейший боевик в стиле, наверное, начала 90-х, пожалуй. Как я и сказал, когда на экране Рейнольдс и Сэмэл Эл Джексон, всё нормально. Вообще такое ощущение, знаете, как будто сценарий писало несколько человек. Кто-то один на полставки написал 10 минут диалогов Джексона и Рейнольдса. Возможно, они даже сами импровизировали. То есть там вполне такие смешные ситуации, смешные диалоги. Половина из них, естественно, в трейлере нам показывают перед фильмом. А всё остальное написал какой-то левый чувак, который никогда не писал боевиков. Сплошные клише. То есть вот всё, что вы знаете о боевиках. Да если вы посмотрели хоть один боевик своей в жизни нормальный, то вы себе представляете, что будет происходить в телохранителе киллера. Идея прикольная. То есть персонажи, вот главных героев, опять же, нормальные. Они противоположны друг другу. Рейнольдс — это такой правильный телохранитель, да, который защищает людей. А Сэмэл Эл Джексон — это такой разбитной киллер, который людей убивает. И вот волей случая Рейнольдсу приходится защищать Джексону. То есть быть его телохранителем. Это, ну, не такая, чтобы идея сложная, но по идее завязка для нормального сюжета вменяемая. Ну а зачем-то сюда приплели президента Боснии Герцеговины, которого играет Гарри Олдман. Интерпол приплели. То есть вот всё вот это дополнительное мишура, которая сверху навалена на этих двух ребят, она такая не в тему, такая банальная и тупая, ты постоянно эти фейтспалмы себе бьёшь, смотря на то, как там бандиты, например, находят, постоянно бандиты каким-то образом находят наших героев. Если вначале ещё сценаристы пытались, хоть как-то пытались это объяснить тем, что они отслеживают по маячку сотовые телефоны, то дальше они вообще на это дело забивают. То есть знаете, как происходит, например, ну, там действие переносится в Амстердам, и наши главные герои, поменяв машины, едут на неизвестной бандитам машине под мостом, а там, оказывается, под этим мостом внезапно из всех мостов Амстердама выбрали только этот, или, может быть, они под всеми мостами Амстердама стоят, не знаю, стоят бандиты и всматриваются в окна проезжающих машин и замечают в окне проезжающих машин машины наших героев и говорят, вот они, и начинают за ними погоню. Это настолько тупое просто... Тонированное. Да, если бы тонированная машина была, чтобы они делали. То есть это настолько тупое занятие. Я так и представляю, что такой главный злодей говорит, так, встаньте под всеми мостами города и всматривайтесь в окна проезжающих машин. Наверняка вы заметите наших противников. И так и происходит. Эггей, то есть, видите, вот постоянный бог из машины, постоянное истечение обстоятельств, в течение всего фильма, вот просто постоянно. Салма Хаек еще, кстати, играет жену главного героя. Вот тоже отличная... То есть, она... Роль не для чего. То есть, она по-хорошему... Ну, она не играет определяющего ничего в главном сюжете картины. Но это дополнительный персонаж. Он веселый, интересный. Вот почему было не сделать такое роуд-муви реальное, где тело... То есть, намного больше времени отдать двум главным героям, периодически, пускай там Салма Хаек как-нибудь зажигает, а не сделать просто потому, что не хватает таланта у людей, которые писали сценарий. И просто не хватило бы времени, чтобы столько шуток туда впихнуть. То есть, вот представьте, полнометражный фильм, в котором намного меньше шуток, чем в любой серии, любого комедийного сериала, который вы смотрите. Но это вообще не дело. Много времени отведено погоням, перестрелкам и прочим. Но тут опять клише сплошные. Когда по нашим героям стреляют из автоматов в течение 15 минут, все вокруг главного героя изрешечено пулями, в него не попало ничего. То есть, вот это так реально. Сэмюэлла Джексон там убегает на катере, весь катер в пулях, все там, вся обивка в пулях, вся сиденье, в котором сидит, в пулях. Все вокруг в пулях. Сэмюэлла Джексон одним выстрелом посылает фаер. Фаер прямо в этот. В машину к злодеям. Ну это, ну блин, ну это так. Все это тупо просто. И ты вот смотришь, у тебя боевик, на нем скучно. Ты зеваешь, потому что ты прекрасно понимаешь, что сейчас будет происходить. Или другой пример. В самом начале фильма, опять же, Сэмюэлла Джексон, его везут в воронке, как-нибудь, ну, то есть он в машине за решеткой находится. Машину там, ну, взрывают, она опрокидывается, и ключи от решетки, за которой сидит Сэмюэлла Джексон, падают прямо к нему. Он берет ключи, открывает решетку. Вообще, во-первых, начну с того, ключи реально, не магнитный замок, да? Ну ладно, предположим, ключи. Где ты их так держал, что они вылетели при взрыве и прилетели прямо к твоему подозревающему, к тому человеку, которого ты хочешь запереть? Прямо к нему в руки. И там еще такие ключи, знаете, как у меня от бабушки, от амбара были. Такое вот, такого вида. То есть это вот все смешно рассказывать, но сам фильм скучен сам по себе. Вот перебранки... То есть единственное развитие... Да, есть развитие персонажей нашей главной герои. Это действительно так. Они меняются. Но это как-то так все тупо происходит. Там главные... Блин, кстати, в фильме есть... На нескольких ролях русские актеры известные. То есть там будут вам знакомые лица. Они, как-то, разговаривают по-русски реально. И они изображают подручных главного злодея, который президент Боснии. Я вот, кстати, думаю, это наша локализация на русский язык, что там про Боснию. Может, это в американском варианте, в иностранном там про президента России идет речь. Поправьте меня в комментариях. Но там есть реально русские актеры, которые, ну, очень неплохое впечатление производят, кстати. И, между прочим, я проведу параллель с «Крепким орешком» внезапно опять с первым. Вот пример отличного боевика, где и перестрелки понятно, почему происходят, и понятно, почему там в главного героя не попадают, почему он попадает, там проблемы постоянные. Почему параллель с «Крепким орешком»? Потому что тут реально две сцены просто списаны с «Крепкого орешка». Когда главного подручного Райан Рейнольдс убивает, он его убивает... Это нам бибик или что ли? Он его убивает, знаете как, обмотав вокруг его шеи... Я вам просто так спойлери, просто потому что вы не надо его смотреть, этот фильм, вы его не будете смотреть. Это просто спойлеры для того, чтобы объяснить, сколько тупо в этом фильме все сделано. Он его убивает, обмотав вокруг шеи железную цепь. Все вспоминают «Крепкий орешек». Именно так убивали... Брюс Уиллис убивал главного подручного, вот этого белобрысого, кстати, тоже русского актера, как ни странно. И там и тут главный подручный злодей, русский актер. Обмотав вокруг шеи, но в «Крепком орешке» это показано конкретно, Брюс Уиллис обматывает ему вокруг шеи, кидает, опихивает его и душит. Здесь, знаете, как это было сделано? Райан Рейнольдс берет эту цепь, кидает, кидает в противника, кидает вот ее, ребят, даже не закручивает, а просто кидает рукой вот так. И она внезапно вокруг шеи обмоталась. Вы представляете? Какое совпадение. А вторая сцена, это когда главного злодея скидывают с высоты, и он вот так вот летит вниз, опять сверху это в замедленном виде, как Ханс Грубер в «Крепком орешке», так и здесь этот президент Боснии и Герцеговины. В общем, поверьте, вот мой обзор этого фильма намного интереснее вам будет смотреть, чем сам фильм. Я понимаю, что я от лишней скромности не умру, но действительно, просто, к сожалению, скучный боевик, хотя идея и актерский состав могли сделать из него очень хороший фильм. Но идти на него не стоит абсолютно. Посмотрите, просто трейлер. Этого достаточно. Трейлер смешной, и вот так вот выше крыши вам хватит. На этом всё. Вы видели и слышали Лёшу Халецкого. Смотрите интересное кино.